Всем привет! Я очень рада видеть вас на моем канале в новом году. Спасибо, что возвращаетесь. Поздравляю вас с новым годом! В первую очередь желаю вам крепкого здоровья и побольше положительных моментов. Пусть этот год будет чуточку лучше, чем уходящий. Сегодня я хотела бы начать серию роликов о лучших средствах за 2018 год, о декоративной косметике без разделения на люксовую и бюджетную, чтобы всем было одинаково полезно. Дальше о уходе, о iHerb. И если захотите, я могу снять о волосах и ароматах. Ну что, давайте начнем, потому что много всего. И сегодня я буду все максимально нахваливать, потому что это мои фавориты за прошлый год, которые я заберу с собой в 2019. Первая категория это, как обычно, тональные средства. И тут без малейшего сомнения я называю тонут марки Eveline самым большим и классным открытием прошлого года. И, по-моему, я была первой на русскоязычном YouTube, кто заговорил о вот этой тональной основе. Я очень рада, что она покорила сердца многих моих зрительниц, не только блогеров. Это капельный тон, то есть он очень жидкий, ложится тончайшим слоем. При этом он так красиво усаживается, неважно, чем вы будете его наносить. То есть пальцами, спонжем, кистью. На мне он дает среднюю плотность покрытия, которая перекрывает какие-то покраснения, прекрасно выравнивает текстуру. С ним кожа идеальная, он скрывает поры, он не проваливается в какие-то морщинки. Он ни разу меня не подводил. Поэтому, если вы никогда не пробовали, присмотритесь, стоит он копейки, до 10 долларов. Остальное это все какая-то сумасшедшая наценка. Это все-таки такой полуматовый финиш. На каждый день я люблю, чтобы все сияло, и чтобы мой макияж был как бы немножко легче. Поэтому на каждый день, именно в холодное время года, я выбираю самый красивый сияющий тон от марки Ив Сен-Лоран Тушекла. Перепробовав несколько оттенков, я могу сказать, что такие более темные ложатся красивее, чем светлые. Но чудесным образом оттенок B40 подходит мне даже сейчас. То есть, лицо не отличается по цвету от остального тела. И этот тон не сравним ни с чем. Если его нанести на хороший увлажняющий крем, то ваша кожа будет сиять так, как будто вы ничего другого не делаете, только ухаживаете за собой. Но я бы посоветовала взять пробник, какой-то тестер, попробовать его конкретно на вашей коже. Он может подчеркивать текстуру. То есть, это не настолько идеальный макияж, как с вот этим от Эвелайн, но если его правильно нанести, это фантастика. И еще один фаворит прошлого года, точнее остатки, но я обзавелась новой упаковкой. То есть, я обязательно продолжу им пользоваться. Это гибридное тональное средство от марки Urban Decay с легчайшим покрытием. Очень классно наносится. При этом скрывает поры, выравнивает текстуру. Да, если у вас есть какие-то серьезные несовершенства на лице, вам понадобится корректор. Но на лето это то, чего будет вполне достаточно. Его можно не припудривать. На него хорошо наносится бронзер, румяна и все остальное. У него такой полуматовый финиш. Вы также можете наслаивать это средство. Все окей. И то, чем оно меня покорило, это стойкость. При легчайшем покрытии, при 30-ти градусной жаре, вечером я подходила к зеркалу. И что я видела, мой макияж все еще был на месте. Поэтому я забираю этот тон в следующее лето. Здесь, кстати, есть SPF 20. С выбором любимых консилеров у меня также не было проблем. Самые классные, уже третий экземпляр моей косметички. Это Estee Lauder, BB, что-то там. Но на деле это легкий, подсвечивающий, увлажняющий, как мне кажется, ухаживающий консилер. Если у вас какие-то сумасшедшие круги под глазами, то он вас не спасет. Но подумайте о том, что в повседневной жизни мы не всегда фотографируемся. Мы не всегда нуждаемся в таком прям идеальном макияже. Подумайте о том, что плотный консилер, при этом еще и застывающий, он может просто угробить вашу кожу. Поэтому я предпочитаю что-то такое. И он не скатывается в морщинки. Это замечательная вещь. Аналогов ей нет. Если я вижу, что под глазами прям грусть-печаль, и хочется чего-то поплотнее, но чтобы текстура была такой же кремовой, такой же приятной, чтобы консилер не ощущался под глазами, при этом делал меня свежеотдохнувшей, я всегда выбираю вот этот вот Maybelline. Точнее, можно уже говорить в прошедшем времени, так как здесь буквально остатки. Это линейка Fit Me. Я также долго пользовалась консилером от Too Faced, таким обычным, не вот этим огромным. И мне кажется, что они настолько похожи, что в принципе я не нуждаюсь в варианте подороже, куплю себе еще один такой же. И недавно у меня была моя мама. Я попробовала на ней вот этот консилер, то есть он плотнее, чем Estee Lauder, ничего не скатывалось. И она такой капризный клиент, ей все ощущается, и все тяжело. И она вообще не жаловалась, сказала, что замечательная вещь. Так что для возрастной кожи тоже могу советовать. Когда это вечерний, какой-то стойкий макияж, или, к примеру, я делаю какой-то темный макияж глаз, и хочется, чтобы область под глазами была прям таким идеальным ровным полотном, и при этом не смотрелась какой-то сухой коркой, я выбираю такое многофункциональное средство, это и консилер, и корректор, что-то по типу Shape Tape от Tarte. Но у меня был тот и другой, могу сказать, что вот этот ощущается более комфортно. Он вообще не скатывается, и он не так безбожно сушит. То есть, если с тем под глазами была полная сахара, то вот этот более чем приемлемый вариант даже для сухой кожи. Если вы визажист, если вы любите такие плотные макияжи, то присмотритесь, и здесь довольно большой объем, его хватит на очень и очень долго. Кстати, самой часто используемой и любимой пудрой в прошлом году была тоже пудра от Too Faced. Я купила ее практически год назад, и вот за 11 месяцев у меня ушла практически половина. Я настолько люблю эту пудру, что я пересыпала ее в какие-то маленькие баночки, чтобы продолжать ее пользоваться во всяких там поездках и так далее. Это очень мелкодисперсная пудра. Она у меня как бы бесцветная, как пишет производитель, но на самом деле она имеет такой немножко желтоватый оттенок. Я думаю, что даже на светлой коже это не будет заметно, но благодаря такому оттенку очень классно как бы подсвечивается область под глазами. Она не сияющая, она матовая. Это такой эффект высветления. Эта пудра дружит со всеми консилерами, даже с самыми капризными или жирными. Она не сушит область под глазами. Я зачастую наношу ее под глаза и на Т-зону, потому что она как бы выравнивает текстуру, она затирает поры, при этом не смотрится маской, фиксирует ваш макияж на долгое время. Это не супер матовый эффект. Это одна из лучших усаживающих макияж пудр, и она легчайшая. Если сравнивать ее с Лорой Мерсье, то Лора Мерсье, она как бы крупнее, она больше ощущается на лице, она больше матирует, и от той я избавилась, продолжаю пользоваться этой. Конечно же, я не могу не вспомнить о метеоритах, так как сколько всего я попробовала за эти 5 лет, и вот ни одно средство не сравнится с метеоритами, с тем лоском, с тем таким вот сияющим финишем и одновременно с матирующим эффектом, который дает вот эта вуальная пудра. Многие посмотрели мой очень старый ролик и говорят, Оль, как ты могла что-то ругать, а потом хвалить? Я нашла свой оттенок, и я считаю его самым удачным, самым незаметным на лице. Это Medium, то есть это троечка. И вот когда я попробовала именно его, я влюбилась без памяти, и это то средство, которое мне хотелось бы вот всегда-всегда иметь на своем туалетном столике. Теперь средство для бровей, и у меня было два открытия из других категорий, но самыми любимыми уже второй год подряд, или третий, я немножко потерялась, остаются вот эти две штучки. Во-первых, это тени для бровей от Анастасии Беверли-Хиллз. Еще раз повторюсь, что лично я нашла для себя самый подходящий оттенок, и это самая большая загвоздка, потому что все другие производители делают оттенки теней такими слишком холодными, и они смотрятся какими-то серыми. И я вижу вот эту небольшую разницу. Если у вас более холодный оттенок волос, чем у меня, они у меня такие пшеничные, и у меня теплый оттенок кожи, или более оливковый, наверное, даже так. И оттенок блонд мне подходит лучше всего. Но по текстуре схожих теней для бровей очень много. Я выбираю это средство конкретно из-за оттенка, ну и пигментации, все остальное. И вообще расход, это моя вторая упаковка, хватает их на очень-очень долго, поэтому я раз в два года потрачусь и вообще как бы не ищу ничего другого. Разве что мой блогерский интерес не дает мне покоя, я постоянно покупаю, покупаю что-то новое, в надежде найти какие-то аналоги, какие-то там замены. Но если бы сказали, вот одно средство до конца жизни, это были бы вот эти тени вместе с прозрачным гелем для бровей от марки Lancome. Сейчас купила себе третью упаковку, это сверхсильная фиксация. Я научилась его наносить для достижения такого эффекта, как нравится мне, то есть когда волоски смирно лежат, и знаете, как в рекламе ТАФТ, там стоишь рядом с самолетом, на тебя дует какая-то турбина, и ничего не движется. Вот это то же самое, да, только для бровей. Очень классный и обожаю. Ничего похожего я не встречала, говорят, что Estee Lauder хорошие гели для бровей, но пока что я вернала Lancome, и у нас были скидки, я все равно зашла и купила то, что проверено. В этом году я также попробовала карандаши для бровей от марки Vivienne Sabo, и использовала несколько штук, наверное, штуки 4, в оттенке 1, тоже такой замечательный оливковый цвет для таких блондинок, как я. Для всех похолоднее, потому что, ну, вот такой тепловатый, да, девочки, даже если красятся в блонд, то всегда делают что-то более холодное. Вот, я не окрашиваю волосы, это мой натуральный цвет, часто спрашиваете тоже, я не знаю, мне кажется, что они именно пшеничные, такие золотистые. Это очень классные карандаши для бровей, которые однозначно появились в фаворитах многих блогеров и также зрителей. Они имеют такой тоненький грифель, которым удобно прорисовать брови, все хорошо наносится, без каких-то проплешин. Мне нравится то, что у него такая более жесткая формула, то есть он не ломается, он не залипает на бровях, при этом хорошо распределяется, и также, за что огромное спасибо, это щеточка. Не во всех даже люксовых карандашах она есть. Я не знаю, почему так сложно ее сделать, но без щеточки реально жизнь становится сложнее. Тоже стойкий, но я думаю, что и так вы уже знакомы с этими карандашами. И в категории помад для бровей я купила себе и Катфанди, и что-то там еще дорогое у меня было. А вот это от марки Вибо, это тоже находка. Потрясающий оттенок для блондинок, 4, но у них есть и софт браун, такой тоже не оливковый, как я выбираю для себя, а более универсальный, особенно если вы визажист. Если у вас много средств расходуется, и я не заметила, чтобы эта помада застыла, при этом она стойкая, она хорошо распределяется, классно растягивается цвет, то есть чуть-чуть набираешь, вот я обычно снимала, распределяла как бы по кисточке сам продукт, и потом все аккуратненько распределяла, и уже добирала средства здесь, а не из баночки, чтобы много не получилось, потому что с помадами дело тонкое, да, чем меньше, тем лучше. Вот, это что касается бровей. Бронзеры, скульпторы, хайлайтеры. Я фанатею от вот этого средства от марки Катрис. Если вы любите все сияющее, хотите средства 3 в 1, бронзер, скульптор и хайлайтер, и при этом вы не смуглая девушка, то советую присмотреться к оттенку 10. Он очень часто распродан, и я понимаю, почему. Я беру кисть, все смешиваю и наношу его на скулы. Конечно, это средство может подчеркнуть текстуру, если она у вас неровная, то выбирайте что-то более матовое. Но когда у моей кожи нормальные дни, то я с удовольствием беру только это средство, раз-раз-раз, там подконтурировалось, подбронзировалось, и жизнь прекрасна, с ним лицо такое живое, такое холеное. Это как супердорогой сияющий бронзер. Честное слово, сказала или нет, оттенок 10, но, как обычно, девочки, все-все-все, даже то, что забыла, возможно, я напишу в инфобоксе со всеми ссылками, со всей информацией я постараюсь для вас. И также мне нравилась палетка от марки Гош. Здесь бронзер тоже такой сияющий, более скульптурирующее средство, румяна и хайлайтер. Ну, для меня это как бы хайлайтеры. Я пользовалась этой палеткой тогда, когда была загорелой. И это было, ну, так, так дорого, в хорошем смысле этого слова. Благородно, наверное, так на коже тоже. Никто никогда ни за что не подумал бы, что это что-то бюджетное. Он немножко пылит, и, простите, все средства такие заюзанные, но это фавориты года, которыми я реально пользовалась. Вот, замечательная палетка. Это палитра в оттенке Light 01. Очень приятные такие мягкие текстуры, которые шикарно растушевываются. Ну, это любовь. Когда мне хотелось сделать лицо прям таким точеным, я продолжала пользоваться скульптором от марки Inglot. Страшно подумать, сколько ему лет, но так как я не каждый день контурируюсь, как Ким Кардашиан, то мне его хватило на долгое время. Это оттенок 505. Он прям такой холодный, и это матовый бронзер. Чаще всего... Не бронзер, скульптор. Чаще всего я наношу бронзер, потом немножко скульптора, и все смотрится очень естественно. И если вы визажист, то вам такое прям срочно надо. Можно сначала я покажу прям самые любимые румяна и хайлайтер. Вот те, которые каким-то чудесным образом чаще всего оказывались в моих руках, а потом все остальное, это тоже будут фавориты. Но как-то в этом году румяна от марки Nars в оттенке Orgasm это прям такая любовь. Я не знаю, они есть у меня во всех возможных версиях. И в лимитированной упаковке. Да, мне их подарили, но я готова прям сейчас отправиться в магазин и еще раз приобрести их, если у меня заберут все то, то, что мне надарили. Это действительно очень красивый, освежающий оттенок. Мне нравятся сияющие румяна. Это такой персиково-розовый, наверное, больше розовый цвет с золотистым переливом. Вот когда я не знаю, какая у меня будет помада, что я надену, когда я не хочу задумываться, какую взять кисточку, я просто беру эти румяна, они есть в обычном формате у меня. Это какая-то большая версия, которую я передам своим невесткам по наследству, потому что этих румян хватает реально на очень долго. Я думаю, что одни из этих румян, так как у меня целых три, я подарю своей маме. У меня недавно появилась вот такая палетка, тоже с хайлайтером, с бронзером Laguna. Это шикарнейший, такой теплый немножко, но очень красивый, сияющий бронзер Laguna. Это хайлайтер. Ну, а хайлайтеры, я сейчас скажу, просто мне кажется, что очень выгодно купить три средства в одном, так как мой любимый хайлайтер тоже от бренда Nars. У них есть несколько оттенков, у меня это Форде Франс. Он такой мягкий, он так красиво зашлифовывается в кожу, он так сильно сияет, при этом здесь нет никаких частичек. Я считаю, что те хайлайтеры, которые еще более интенсивные, это уже смотрится как-то пошло. Мне не нравится, когда хайлайтер издалека кричит, что вот он я, я тут накрашен. Нет, это вот, знаете, прям такой роскошный макияж с хайлайтером, когда ты смотришь на кожу и думаешь, вау, это хайлайтер Nars. Еще в прошлом году я прям очень-очень-очень много пользовалась румянами от Bourjois. Они все хороши, я не могу выделить какой-то один оттенок и какие-то персиковые. Мне запомнился 95-ый, он очень хорошо освежает, при этом такой светленький 34-ый, который чем-то напоминает Nars Orgasm. Могу сказать, что это аналог, но как обычно, я вам не говорила, кто-то предпочитает люкс, кто-то что-то подешевле, поэтому я даю вам разные варианты. Холодные сатиновые румяна в оттенке 48, шикарнейший цвет, именно в холодное время года, и причем они неубиваемые. То есть, если бы у меня были одни румяна, то, наверное, за несколько лет я бы допользовала упаковку. Когда-то такое случалось, до того, как я начала вести свой блог. И также в этом году я открыла для себя марку Pets Y и купила себе румяна в оттенке 30. У меня практически закончились румяна от бренда Tom Ford. Я боялась их брать в разные поездки, дабы они окончательно не разбились. И как-то случайно наткнулась на марку Pets Y в магазине. По-моему, ее уже нет в Польше, но успела купить себе 30-ый оттенок, без понятия, где можно приобрести в Украине или в России. Но вдруг, советую, это прям аналог бренда Tom Ford. Да, возможно, они не так прям идеально наносятся любой кистью, как Tom Ford. Прям, знаете, фух. Но когда возьмешь обычную мягкую кисть и нанесешь на щечки, то это выглядит так красиво. Это прям такой золотой персик. Очень освежают. На загорелой коже вам даже хайлайтер не понадобится. И чем больше я пользовалась этими румянами и продолжаю пользоваться, тем меньше мне хочется покупать новую упаковку румян Tom Ford. Я думаю, что я откажу себе в этом удовольствии, потому что и упаковка здесь такая прочная, и мне кажется, что они не так быстро разобьются. И еще меня прям покорили румяна от марки Rimmel. Но у меня такой оттенок 10, который в упаковке вообще никак не смотрится. А это персик, причем такой сатиновый персик, который ложится на кожу, как бы это объяснить, они как шифоновые, понимаете? Вот смотришь на шифон, он так переливается. И это то же самое. Здесь нет блесток, но это очень красиво. Это светленькие румяна, которые подойдут бледнолицым девушкам. И мне кажется, что даже на загорелой кожи это будет смотреться, как, знаете, такой хайлайтер с небольшим оттенком. Я знаю, что 20-й является абсолютным хитом, поэтому просто советую присмотреться к таким румяшкам от марки Rimmel. Они не занимают много места, и возможно, если вы часто куда-то ездите или просто боитесь, что ваши там супер дорогие румяна разобьются, но хотите получить вот этот шикарный эффект на коже, и чтобы не жалко было, то румяна от Rimmel. Даже если вы пользуетесь люксом, то вот эти румяна вас тоже удивят. В прошлом году я реально много пользовалась тенями, до сих пор считаю, что самая лучшая универсальная база у бренда MAC, с ней любые тени лучше растушевываются, лучше держатся, лучше ложатся, оттенки более пигментированные, и вообще, этой баночке уже не первый год, и с базой до сих пор ничего не произошло, она не залипает, и с ней все гораздо проще, и, конечно же, ваш макияж будет более стойким. Я пробовала с капризными тенями, и могу смело это утверждать. Я не знаю, есть ли миниатюры, если есть, то вообще, однозначно стоит сейчас же пойти в MAC, и приобрести себе базу. Я продолжала пользоваться тинтом от Armani в оттенке 11, купила себе вторую упаковку, так как оттенок очень красивый, мне не всегда хочется быть слишком накрашенной, поэтому такой легкий вуальный финиш на веке с легчайшим оттенком лично меня устраивает. Я тоже блондинка, и многие оттенки на мне смотрятся прям, 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 сильно как-то интенсивно, это такой вот, знаете, спокойный, золотисто-розовый цвет, ничего похожего не встречала, без блесток, без всего остального, поэтому мой повседневный макияж очень часто выглядел так. наносила вот этот тинт, и дальше, и дальше несколько оттенков теней из такой, господи, поюзанной палетки от бренда Urban Decay, она, вот как-то, не знаю, я не могу сказать, что она прям супер популярна среди блогеров, скажите, вы покупали, пользовались, а я ее считаю просто самая удачная среди всех вот этих Basic, возможно, потому что у меня более теплый оттенок, и, хотя я не могу сказать, что она прям какая-то рыжая, да, вот этот оранжевый и красноватый, но это трендовые оттенки этого года, но вот эти вот 3 и 4, это самые лучшие оттенки для повседневного макияжа, лично для меня, вот этот я наносила в складку века, вот этот иногда для затемнения, но зачастую я брала вот этот фиолетовый, он с такой, в общем, он неоднозначный, тут и чуть-чуть красноты, и чуть-чуть фиолета, и как бы он отдает в коричневый, и он очень красиво растушевывается, и у меня есть другие похожие оттенки теней, они часто отдают в грязь, или они так плавно ложатся, вот этот же наносишь чуть-чуть, и дальше чистой кисточкой растягиваешь, все, макияж, глаз готов, он так очень классно вытягивает оттенок ваших глаз, каждый раз, когда я накрашена этими тенями, вы меня спрашиваете, что это, и даже когда-то, раз, я помню, я снимала сториз, Вика, кошка, спрашивает, ой, что это такое, говорю, это эта палетка, и мне было так приятно, здесь также есть светлый оттенок, именно сатиновых теней, которые я наношу в уголок глаза, это такое умеренное сияние, прям на каждый день, палетка идеальная, хотя, для многих вечерних мероприятий, я тоже использовала, только вот эту малышку, конечно, я продолжаю любить бренд Tom Ford, но мне кажется, что я уже много раз спела ему оды, и, вау, и, да, самая идеальная базовая палетка, матовая, именно коричневая, до сих пор это Tom Ford Coco Mirage, а вот эти тени от Max Factor, это что-то запредельное, это те тени, которые ложатся вообще без проблем, мне кажется, что даже если спонжиками или пальцами их намазывать, то всегда ваш макияж будет выглядеть безупречно, когда я смотрю на себя, я понимаю, что хочется какой-то яркости, да, или, сейчас скажу, когда я просыпаюсь такой более запухшей, и хочется подкрасить глаза, чтобы это как-то не бросало, если, знаете, посторонним глаза, опять-таки, тавтология, но вы понимаете, о чем я, когда нужно нарисовать себе глаза, вот, и скрыть припухлость, я просто беру два оттенка теней, или три максимально, и на этом мой макияж, мой безупречный макияж заканчивается, это палетка Capuchino Nudes, и здесь прям нейтральные, идеальные, не рыжие, не слишком холодные, серые, оттенки теней, и матовые, и сатиновые, у них такая мягчайшая формула, да, здесь нет черного оттенка, но вот этот темный, он так классно растушевывается, его можно наслаивать, и можно сделать такие полустрелки, и, ну, короче говоря, это одна из лучших таких доступных палеток, которая тоже часто ездит со мной всякие поездки, поэтому она так выглядит, средством для ресниц я верна уже не первый год, тут никаких изменений, хотя я что-то там пробовала, но прям самое любимое, это, во-первых, керлер от бренда Shu Uemura, то есть, это такой зажим, который приподнимает реснички, очень хорошо их фиксирует, он не обламывает, не вырывает ваши ресницы, как писали некоторые девочки о других брендах, нет, этот керлер очень бережно обращается с вашими ресничками, с моими же все нормально, а я пользуюсь такими штуками на протяжении уже очень многих лет, и пробовала не только этот керлер, он действительно феноменальный, очень классная вещь, и советую сделать такую инвестицию, если у вас прямые реснички, так как этот керлер фиксируют на очень долго, и я пользуюсь тушами, которые имеют такую влажную формулу, как только они подсыхают, все, чао-какао, и даже когда я наношу такую влажную тушь, ресницы все равно держат изгиб, это очень важно, итак, туши, это всегда Vivienne Sabo Cabaret, сейчас я вот пользовалась такой объемной, она, к сожалению, подсохла, надо будет достать новую, я сразу прям оптом покупаю в Украине, мне нравится то, что они не осыпаются, они разделяют реснички, эти туши не отпечатываются, они супер черные, и это всегда прям идеальные ресницы, и еще один фаворит, это Luxe Visage XXL, не реснички до небес, они разделенные, они красивые, они пушистые, эти туши удлиняют ресницы, то есть Cabaret и XXL, да, их хватает где-то на полтора месяца, дальше они могут начать подсыпать, но особенно вот эта XXL, она же стоит копейки, и поэтому я за такой эффект готова потратиться еще раз, и спасибо Luxe Visage за то, что вы мне их присылаете, потому что мне их здесь не достать в Польше, и если бы мне перестали присылать, я бы заказывала у мамы из Украины, то есть она бы покупала, и я бы продолжала пользоваться этими тушами, кстати, Vivienne Sabo у нас в Польше не продается, помады, давайте начнем с идеальной нюдовой помады, от бренда L'Oréal, да, я до сих пор люблю модости, но раз уж мы говорим тут о открытиях прошлого года, и о том, что прям сильно полюбилась, то я начала пользоваться этой помадой, как-то все чаще перекладывала ее из сумки в сумку, так как она увлажняет, она полупрозрачная на губах, супер комфортная, очень красивый и не рыжий, и не слишком холодный нюд, подойдет очень многим девушкам, я знаю, что многие из вас купили, это линейка, которая именно сияет, увлажняет, ухаживает за губками, оттенок 642, она уже практически закончилась, и еще помада, которая подходит к концу, а это такой не совсем светлый оттенок, чтобы вы понимали, я докупила еще один цвет, где он тут, это Golden Rose, мне кажется, что формула чем-то напоминает вот эти Soft Matte от NYX, но они какие-то более приятные, они не так сушат губы, это матовая помада, она стойкая, но она не застывает, конечно, если вы там будете есть бургер или что-то, то она начнет отпечатываться, но эти помады имеют классную пигментацию, приятный аромат, у них даже классные упаковки, которые не смотрятся дешево, такое розовое золото, матовое, и у нее очень приятная, такая немножко муссовая формула, которая не пересушивает губы, и оттенок 106 является моим фаворитом именно теплого времени года, когда я была чуть загорелой, и красила глаза вот теми средствами, о которых я вам говорила, наносила эту помаду, и сейчас вот несколько дней тому назад я поняла, что это аналог одной из моих любимых помад в бренде MAC, в аналогах люкса я расскажу, я прям нанесла одну помаду, вторую рядом, такая, теперь все понятно, и второй оттенок это 101, более холодный, но ею я пользуюсь чуть меньше, так как после Египта я вернулась более загорелой, и слишком холодная она для меня, оттенок Mer от марки MAC, очень красивый цвет, я потеряла такую же помаду, и вот два дня тому назад снова купила ее в магазине, значит, эта помада имеет очень красивый коричнево, такой рябиновый оттенок, то есть я не могу сказать, что она какого-то конкретного цвета, у MAC очень часто так, вот смотришь на них и понимаешь, что они прям уникальные, и это тот цвет матовой помады, который я могла бы посоветовать каждой девушке, потому что она вот такая универсальная, как бы яркая, но не кричащая, и у нее такой приятный бархатный финиш, это не плоский мат, это не ретро-мат, который сушит губы, но это вот идеальная помада для тех из вас, кто хочет чего-то поярче, но все равно, чтобы не бросаться в глаза, чтобы это не смотрелось пошло, там кричащей, если вы не готовы, красной, какой-то лиловой помаде, то вот это тот оттенок, который я могла бы посоветовать, и, кстати, подружке тоже, и одно, и второе давала попробовать, мы часто вместе ходим по магазинам, пробуем что-то там, и у моей мамы есть такая помада, у нее совершенно другой цветотип, поэтому будете в мак, присмотритесь, если хочется какой-то яркости, лиловая помада от бренда, чуть не сказала Backtalk, от бренда Urban Decay, оттенок Backtalk, причем она представлена в разных текстурах, если вам не нравятся матовые, застывающие, мега стойкие, то вы можете выбрать просто матовую, обычную, классическую помаду, она не будет так сильно сушить губы, но мне нравится и формула, я считаю ее не мега сушащей, и лиловый оттенок, холодный такой, достаточно накрасить реснички, эту помаду, и вы будете выглядеть на миллион, и не знаю, почему показываю в самом конце, нужно было сказать о них вообще в самом начале, так как вот эти пигменты от марки NARS, они отличаются от всех матовых помад, они жидкие, то есть их нужно открывать именно таким образом, и это тоже супер нарядные оттенки, у меня есть два, которыми я пользовалась прям чаще всего, это Save the Queen и American Woman, и вторая как-то больше и чаще оказывалась на моих губах, так как она имеет такой интересный оттенок, и вот не сказать, что он нюдовый, но как-то классно подходит ко многим макияжам глаз, и при этом тоже такой нарядный цвет, не знаю, уникальная текстура, которая застывает, которая не отваливается комками, которая очень приятно как бы сходит с губ градиентом, вы можете без проблем добавить, эти помады мне вообще не сушат губы, я могу накраситься часа в 4, и в 4 утра вернуться утром после дискотеки с той же помадой, при том, что я ем и пью и танцую, на дискотеках я уже не целуюсь, но если вы захотите целоваться, то эти помады тоже не отпечатываются, они прям бомбического качества, карандаши для губ, их должно было быть 3, но я обладаю уникальной способностью теряния любимых вещей, поэтому где-то нет моего карандаша от бренда Гош, в оттенке антикроуз, очень красивый, чем-то напоминает макмер, вот где-то очень близко, и они идеально друг другу подходили, теперь нужно будет еще и карандаш докупить, нюдовый оттенок для таких светлых помад, как я говорила, миллиметр в подарок, это Pierre René, бюджетный бренд, выкручивается этот карандашик, он очень кремовый, идеальный, не рыжий, такой более холодный оттенок, номерок 7, я не знаю, сколько их использовала, 10, может даже больше, их конечно не хватает на полгода, если вы пользуетесь ими каждый день, но так как цена позволяет постоянно их обновлять, я не жалуюсь, более темный оттенок нюдового карандаша, который классно сочетается с такими светлыми помадами, особенно тогда, когда я загорелая, тогда вот такие помады смотрятся пошловато, и зачастую я ввожу их карандашом от бренда Urban Decay, оттенок Lair, очень красивый, в качестве основного, такого холодного, более коричневого нюда, хотя я не могу сказать, что это прям только исключительно коричневый, нет, здесь намешано несколько оттенков, поэтому он уникален, поэтому это один из самых продаваемых карандашей Urban Decay, и обожаю его, такая приятная кремовая текстура, этот карандаш уже супер стойкий, и мало того, что я своей Насте подсказала такое сочетание Lair и Modesty, это прям идеальный нюд для невест, мы также в Модости купили в Вале, есть у моего брата, и я посоветовала и этот карандаш, и тоже сочетание очень красивое, все заценили, я надеюсь, что вам было интересно, что вы провели это время с пользой, и что вы так же по мне соскучились, как я по вам, всех целую и обнимаю, если видео было для вас полезным, то не забудьте поддержать меня пальчиком вверх, мне как блогеру будет очень приятно, все, пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро, все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok